Сегодня вы, конечно, пришли не столько посмотреть на «Национал предателя», сколько послушать про другого «Национал предателя». Зощенко остаётся по-прежнему чрезвычайно привлекательной и волнующей фигурой. В нём есть тайна, двусмысленность определённая, которая и предопределила вот эту роковую трещину в его судьбе. Как всегда, готовясь к лекции, я открываю том любимого автора, о котором предстоит говорить. Всегда верю в библиотечного ангела, который мне подбросит нужную страницу. И библиотечный ангел меня не подвёл. Сейчас вы убедитесь в фантастической актуальности творчества Михаила Михайловича. «Кузница здоровья», 25-й год. Крым — это форменная жемчужина. Оттуда народ приезжает, только диву даёшься. То есть поедет туда какой-нибудь дряхлый интеллигентишка, а назад приезжает и не узнать его. Карточку раздуло, масса бодрости, миросозерцания — это определённо кузница здоровья. С нашего двора поехал в Крым такой товарищ Серёга Пестриков. Личность эта была оформлена расхлябанная, которые знали Серёгу раньше, подтвердят. Никакого не было горения, и уж тем более миросозерцания. Другие граждане в дому всё-таки по праздникам веселятся, в горелки играют, пьют, в козла дуются, вообще живут от полного сердца. Здоровые черти! А этот мракобес с работы, например, вернётся, ляжет брюхом на свой подоконник и в книгу. Погулять даже не идёт. Скелет у него, видите ли, ходить не может. Растрясся за день. И уж, конечно, не пьёт, не курит, женским персоналом не интересуется. Лежит, словом, на окне и догнивает. Нездоровый человек. Родственники видят неладно с парнем. Стали насчёт Крыма хлопотать. А то сам не может. Схлопотали. Поломался парень, поломался и поехал. Полтора месяца его там держали. Купали и в ногу какую-то дрянь впрыскивали. Наконец вернулся. Приехал. Ахнуть можно от удивления. Морда, конечно, чёрная. Лопнуть хочет. Глаза горят. Волосья после Крыма дыбом. И вся меланхолия пропала. Раньше, бывало, этот человек мухи не тронет. А тут не успел приехать. В первый день дворнику Фёдору морду набил. Зачем за сараем не доглядел? Дрова раскрали. У правдома тоже хотел за какую-то мелочь застрелить из нагана. Всех жильцов раскидал, которые заступались. Не узнать парня после Крыма. Совершенно поправился. Починили человека. Пить даже начал от здоровья. Девицу ни одну мимо себя не пропускает. Скандалов сколько с ним было, не сосчитай. Крым. Фарменная жемчужина. Как он человека обновляет. Вот этот... Спасибо. Гениальный пророческий текст, который очень точно живописует нам Россию после Крыма. Во-первых, морда трескается, естественно. Но самое главное, что у правдома, у правмира хотел из нагана застрелить ни за что. Но, тем не менее, как мы понимаем, вот это крымское совпадение не так нас веселит, как веселит нас плотнейшее, ажурнейшее, вот это удивительное сочетание ажурности и плотности, которые в Зощенко отмечают все. Плотность невероятной речи, как писал Чуковский, у Зощенко смешиваются три жаргона. Жаргон матросский, жаргон воровской и жаргон полукультурного человека, потому что здесь масса цитат из газет, из докладов, из политпросвета и даже кое-что идет еще из лубочной массовой литературы Серебряного века, пошлость которого тоже вошла в пословицу. Но при этой плотности, собственно, Зощенко один из четырех писателей, которых в жизни похвалил Мандельштам из четырех современников – Тихонов, Вагенов, Ахматова и Зощенко. Про Зощенко он сказал – вот у кого брюссельское кружево дышит. Действительно, это ажурное плетение слов, в котором главное именно в проколах, в прогулах, как говорит Мандельштам в той же четвертой прозе, бублик можно съесть, а дырка останется. Виртуозно описаны пустоты умолчаний, описаны окружности вот этих лакун. Надо сказать, что Зощенко нашел свою манеру далеко не сразу. И чтобы продемонстрировать, как писал Зощенко ранний и из чего, собственно, появился, из чего получился вот этот удивительный персонаж сквозной его новелл, имеет смысл припомнить крошечное, скорее всего, это стихотворение в прозе. Они все тогда писали стихотворение в прозе. Ильф с этого начинал, Олеша. И вот посмотрите, как это выглядит у Зощенко. Называется этот текст «Я очень не люблю вас, мой властелин». Естественно, при жизни это не было напечатано. Он сидел рядом со мной и корявым пальцем водил по строчкам газеты. И хмурился. Строгий, внушительный, в новенькой своей шинели и с шашкой на правом боку. Он отложил в сторону газету, устало прищурил строгие свои глаза на меня и снова взял газету. Он должен простить меня. Если я не ошибся, он чем-то недоволен. Он пожевал своими губами, снова прищурил глаза. Ему так нравилось это делать. И сказал, да, буржуазной прессой. Так и сказал. И сделал строгое лицо. И от того, что лицо мое было доброе и сочувственное, и от того, что маленькая усмешка моя пряталась под усами моими, он почувствовал ко мне расположение и прибавил. Пишут, сами не знают, что. Изволите видеть. Ингерманландия. Сами не знают. Но он чувствовал в этой Ингерманландии какую-то заковыку. О, как они знают, мой бедный друг. Это мы не знаем. Это они нарочно говорят непонятные слова. Ибо как могут они говорить понятно, если он обидится и не позволит вовсе печатать? Но я не сказал ему, как можно. Я только сказал, да, да, очень странно, очень непонятно. Вот я смею уверить образование, можно сказать, получил на аттестат зрелости, срезался только по-английски, но я совсем-совсем не понимаю их. Он очень обрадовался. Он тоже срезался на чем-то. Но это не важно. Он дошел теперь до степеней. И не позволит смеяться. Он помолчал, застегнул на все пуговицы новенькое пальто, газету смял и бурно положил в карман. И протянул, сегодня возбужду вопрос с точки зрения. Встал и ушел. Когда он уходил, я громко сказал ему, я очень не люблю тебя, мой властелин. Он сконфуженно пробормотал что-то и вышел. То-то и оно. Надо говорить по-французски. Вот этот великолепный текст, который, собственно говоря, сразу же обозначил возможность свободной речи, надо говорить так, чтобы они не понимали, лучше всего при этом по-французски, поверить немыслимо, что это Зощенко. Судя по этим, несколько даже навязчивым постпозитивом, смех мой, губами моими, мы могли бы подумать, что это Бабель. Из Бабеля бы сталось, пожалуй, тем более, что Бабель-то в совершенстве владел французским, а Зощенко регулярно срезался на любых языках, и вообще учеба не очень ему давалась. Путь, пройденный от лирического героя этой новеллы до Зощенковских знаменитых юморесок, начиная с 1923 года, до рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова, до нервных людей, до сентиментальных повестей, путь этот гигантский. И объяснить этот путь, на самом деле, очень сложно. Главную дихотомию, главный выбор в разговоре о творчестве Зощенко сформулировал лучше всех Андрей Леонидович Зорин, сын прославленного драматурга и прославленный филолог, который, рецензируя одну хорошую Зощенковическую книжку, так правильно и написал. Главное, мы никак не можем определить. Он ненавидит мещанина, клеймит мещанина, старается его выжечь каленым железом, или, как Эрдман своего самоубийцу Подсекальникова, защищает его, видя в нем последний оплот человечности. Вот эта дуальность всегда очень чувствуется. Мы никогда не понимаем до конца. Маленький человек Зощенко, сквозной герой его сочинений, он ненавистен автору, или это последнее прибежище человеческого среди мира железного громыхания, жестяных плакатов? И, кстати, Зощенко гениально спародировал один из этих плакатов в знаменитом рассказе о Ялтинском землетрясении. Он упоминает плакат «Не пей, товарищ, с пьяных глаз, ты можешь обнять классового врага». И вот среди всего этого сидит живой мещанин, живой обыватель, у которого свои, пусть убогие, пусть жалкие, но чувства. Да, он жаден, но ведь жадность – это такое человеческое. Да, он трус, он патологически боится власти, боится доноса, боится любого сидящего рядом с ним соседа, который может подслушать его мысли и подсмотреть его жесты тайные. Но при всем при этом, ведь можно сказать, что страх и жадность – это последнее прибежище человеческого, потому что все остальное уже не человеческое, уже страшная логика взаимного уничтожения. И не зря Чуковский, который написал, наверное, лучший критический очерк Азощенко, «Критический этюд», как он его называл, всегда подмечал в Азощенко еще молодом, еще совсем ранним, невероятную тягу к умильным, простым проявлениям человечности. Азощенко очень умиляется человеческому, жалкой попытки замаскировать бедность. Он единственный, кто защищает единственного старичка, ходящего на заседание переводческой студии, потому что этот старичок ходит туда отсыпаться, у него дома отоспаться нельзя, там беспрерывный скандал. Вполне прелестный старичок, говорит Азощенко. И когда его пытаются выгнать, он никакой не переводчик, он не имеет отношения к студии, Азощенко первый горячо встает на его защиту, у него губы трясутся, он говорит, какая черствость, откуда такая черствость? Случайно тот же Чуковский с удивлением цитирует, из Азощенко такой, казалось бы, несвойственный ему пассаж, с людьми надо обращаться так, как будто на них написано хрупко, как будто на них написано стекло. Ведь это так не по-зощенковски. Мы привыкли к его жестокому и более того, достаточно циничному юмору. Но в том-то все и дело, что мучительная тоска по человечности, столь свойственная 20-м годам, она у него иногда просыпается. И вот мы никак не можем решить. Зорин здесь абсолютно прав. Жалеет Зощенко своего Шарикова или не жалеет? Вот с Булгаковым все понятно. Булгаков немало не стесняется своего аристократизма, своего снобизма, неинтеллигентского совсем. Булгаков совсем неинтеллигент. Булгаков любит силу, любит и уважает тайную полицию, любит Афрания, уважает Пилата. И Ешуа нуждается в защите, Пилат дает эту защиту до какого-то момента. Булгаков ненавидит трусость, в Булгакове сидит белогвардеец, кодекс белой гвардии. Жалеет он Шарикова? Да ну ничуть, конечно. Господи помилуй. Когда Шариков возвращается в свое естественное скотское состояние под любимую песню Преображенского «К берегам священным Нила», эта история нормально возвращается к берегам священным Нила. Она входит в берега, торжествует норма. Была собака и стала собакой. Ну что же ее жалеть, помилуйте полиграфта-полиграфча, который вечно душит, душит котов и никогда не может додушить. Нечего тут комплексовать. Я не люблю пролетариата. Может ли Зощенко сказать о себе что-то подобное? Да нет, конечно. Зощенковское отношение к пролетариату в высшей степени амбивалентно. И причина этого, как мы сейчас увидим, довольно очевидна, хотя и довольно сложна. По ранним текстам Зощенко, написанным еще, начиная с 16-го года, сразу после его демобилизации, он, как вы знаете, глотнул газов и всю жизнь страдал от легочного заболевания, страдал от сердечных припадков. В общем, два года войны стоили ему довольно дорого. Первые же его тексты, написанные в 16-17 годах, изобличают в нем человека, который отравлен серебряным веком. И более того, серебряным веком заражен. Любимым поэтом Зощенко был Блок. Это было для него абсолютно не просто культовое имя, имя священное, когда он представляет читателю никому неведомого, хотя замечательного поэта Леонида Семенова, чья жизнь была, наверное, еще большим шедевром, чем его немногочисленные стихи, он говорит о нем только друг Блока, и этого совершенно достаточно. Блок для Зощенко осеняет и освещает собою, делает частью собственной святости все, к чему прикасается. Зощенко действительно мечтал всю жизнь быть лирическим поэтом, и не случайно в страшные ночи появляется такое короткое автобиографическое признание, вымышленное, разумеется. В 14-м году я выпустил первый свой сборник «Букет резиды» на веленивой бумаге, тираж был 300 экземпляров, и за 4 года, клянусь вам, он разошелся весь. Вот это твердое понимание хрупкости, эфемерности, глупости лирической поэзии этого времени, но и страстной влюбленности во все в это. Так вот, главная трагедия жизни Зощенко, которую он избывает все остальное время, это чудовищный культурный шок, который он пережил, когда на его глазах все это начало рушиться и тонуть. Надо вам сказать, что наше сегодняшнее время тоже чрезвычайно в этом смысле показательно. Зощенко сегодня самый наш писатель. Мы говорим о нем не только в честь 120-летия, которого он бы не отмечал, он всю жизнь молодясь, указывал год рождения 95-й, и указывал Петербург, а не Полтаву, ему казалось так благородней, но тем не менее Зощенко имеет еще очень важный повод помимо 120-летия быть сегодня упомянутым. На наших глазах происходит все то же самое. Когда творится то, чего не может быть, когда твой вчерашний друг начинает нести нацистскую околесицу, когда твоя семья начинает повторять, что мы окружены врагами и все хотят отнять наши недра, когда на твоих глазах полуученый или недоученый или вовсе не ученый становится академиком, когда людей начинают подвергать публичным преследованиям за то, что они вышли и стояли молча, потому что и так всем все понятно, до нас доходит малая, может быть, тысячная доля того шока, которые испытали люди девяностых годов рождения. И надо вам сказать, что каждый из них боролся с этим по-своему. Свой способ борьбы с этим был у маяка. Маяк, который был классическим человеком модерна, человеком с врожденным чувством вины, с пустотой внутри, классическим человеком серебряного века, маяк решил, что все происходящее правильно, и как в стихотворении Павла Когана с облегчением упал под трактор. Он со страшной последовательностью расчеловечился и расчеловечившись окончательно убил себя. Потому что долой ваше искусство, долой ваша любовь, нужна другая жизнь. И он за этой другой жизнью пошел абсолютно слепо, а когда она его обманула, покончил с собой. Другой способ был у Бабеля, который искренне пытался найти в этой жизни какие-то ростки нового, любоваться ею хотя бы эстетически, этими гигантами, титанами, кентаврами, своими знаменитыми канармейцами и Буденным и прочими. Но, тем не менее, ничего у него из этого любования не вышло. И он написал свою утопию одесских рассказов, где все друг другу свои, а в канарме все друг другу чужие. Он попытался найти утешение, как и Шолохов, кстати, это их очень роднит, в эстетике родства, своячины, корня, рода. Ведь вспомните, что Тихий Дон заканчивается возвращением к темной стихии рода, к единственному, что осталось, к мальчику, к сыну, потому что, кроме этого, все обмануло. Кстати говоря, я разделяю вполне точку зрения Льва Анинского, что, видимо, Шолохов все-таки родился в 99-м году, а вот это пять лет ему скостили, когда пытались его выдать за другого человека. Тогда никакого удивления нет, потому что человек в 28 лет начал писать такой роман. По-своему борется с этой проблемой Олеша, по-своему Катаев, по-своему Набоков, который за границей тоже решает сходный вопрос, как можно жить после всего, что мы увидели. Но, пожалуй, глубже всего этот шок был у Зощенко, потому что Зощенко вообще был человек, как все о нем вспоминают, томный, тонкий, страшно лирически восприимчивый. И, как у всех эстетов, у него это сочеталось с феноменальной личной храбростью в бою. Не зря он все-таки получал своих Георгиев. И с феноменальной трусостью при любом столкновении с государством. Вот это, кстати, тоже очень интересный психологический парадокс. Люди, которые храбрее всего ведут себя в бою, больше всего робеют в очереди. Первым об этом написал Гоголь, когда его капитан Копейкин при виде значительного лица робеет, бледнеет, и слова не может сказать, и язык у него прилипает к гортани. И больше вам скажу, ну и по деду своему ветерану орденоносцу, я тоже очень хорошо это помню, есть люди, которые в бою способны на чудеса, но когда на них орет начальник, они, как правило, цепенеют, или во всяком случае не могут ничего возразить, или возражают задним числом. Есть замечательная практика уголовников, на которых нельзя наорать никогда, но вот всех людей физически храбрых, как тот же Маяковский, регулярно боксом занимавшийся и не спускавший никаких унижений, всех людей физически храбрых очень тяготит любой конфликт с государством. Они тут же цепенеют, и леденеют, и каменеют, и вот к Зощенко это относилось в высшей степени. Но его замечательная физическая храбрость, как это часто бывает, сочеталась с невероятной впечатлительностью, которая, может быть, и обеспечивала ему вот эти кошмары воображения при столкновениях и мы можем представить все, что с нами могут сделать. И, кстати говоря, мы все до сих пор живы, только потому, что у них-то воображение гораздо слабее, чем у нас. Вот дай нам кто-нибудь власть, уж тут бы мы поглумились, конечно. Так вот, Зощенко на всю жизнь отравленный миазмами великого этого болота Серебряного века глубже и тяжелее всех пережил распад культуры, творящейся на его глазах. Это было настолько тяжелым, настолько страшным впечатлением, что он и писать-то об этом начал далеко не сразу. Отрефлексировать это он смог только к 27-му и даже к 30-му году, когда написал сначала сентиментальные повести, гениальный, наверное, лучший свой цикл, а потом еще более замечательные сочинения Мишеля Сыпек. Надо сказать, что сентиментальные повести, они вообще носят автобиографический характер, что очень изящно показал Жалковский в замечательной книжке поэтика недоверия. Он как раз показал, что Зощенко как истинный сатирик борется прежде всего со своими проблемами вместо того, чтобы научиться с ними жить. Жадность, робость, меланхолия, все, чем страдают отрицательные герои или несчастные герои сентиментальных повестей, все это в высшей степени присуще ему самому. Так вот, в лучших сентиментальных повестях, особенно, конечно, в «Страшной ночи» присутствует вот это ужасное размышление. «Ну вот живет человек, и вдруг с ним можно сделать все, и он ничего не может возразить. Ну вот культура», говорит там Зощенко, «Так ведь этот налет культуры слетает с человеком мгновенно, вот есть эта позолота, и все, и ее нет в мгновение, и можно сделать с тобой все, что угодно». Там же, собственно, главный-то герой как раз «Страшной ночи», это человек с идиотской фамилией Котофеев, он переживает ужасный нервный шок от чего? Он как-то прицеплен, прикреплен к жизни, у него есть профессия, он в оркестре стучит в треугольник. то есть, естественно, мы-то с вами знаем, особенно музыканты, что если человек стучит в треугольник, то этим не ограничиваются его обязанности в оркестру, он может в случае чего и на ударных подыграть, но вот у него одна такая жалкая профессия у Котофеева, он стучит свой треугольник, а потом однажды он задумывается, жена его луша, домохозяйка, в дом, в который он собственно и вселился и чувствует себя там постоянно приживалом, она не понимает из чего он задумывается, более того, называет его неудачником и пораженцем и кем угодно и никак не может добиться, из чего собственно у него меланхолия. Но вот он задумывался, как это, вот сейчас я стучу в треугольник, а завтра ничего этого не будет. Она ему вдруг говорит, да ладно, слушай, тут есть один учитель чистописания, а тут чистописание отменили, так он еще хуже живет. Давай его к себе позовем, Котофеева, да, давай, ему интересно посмотреть на человека, который всего лишился. Приходит учитель чистописания, на нем седая щетина клочками, он садится и быстро уминает ситник с изюмом, причем уминает видно машинально, не потому что хочет есть, он уже привык не есть, а потому что раз стоит ситник, то надо что-то делать. Это человек, которому нечего делать, который все время пытается заполнить свой безразмерный досуг, свое кошмарное одиночество. И вот он говорит, а ведь знаете что, ну, отменили мое чистописание, не нужен я никому. Сначала рисование, потом чистописание, а потом и ничего не будет. Это литмотив всей повести. Но знаете, а ведь вас тоже можно запросто упразднить. Будет электрическая машина ударять в ваш треугольник. Нажал дирижер на кнопку и вас не надо. И что вы тогда будете? И тут Борису Котофееву становится впервые в жизни страшно по-настоящему. Он все время обкатывает в голове вот эту страшную фразу. Сначала рисование, потом чистописание, а потом и совсем ничего. И вот он в ужасе начинает представлять. Себя Зоченко всю жизнь страшно боялся нищеты. Боялся зависимости, невостребованности, состояния нищеты. Пугает его больше всего о том, как он боится нищих. Написал он подробно психоаналитические свои повести «Перед восходом солнца». Вспомнил ужас при виде Александра Тинякова, который он испытал, когда увидел бывшего поэта Декадента нищенствующим около Гороховой, а потом уже и вовсе опустившимся пьяным. Он просит милостыня, хватает за руки прохожих и вытрясает из них эту милостыню и те из брезгливости подают. Грех сказать этим светлым образом Тинякова. Воспользовался я Вастромове, там его прямо зовут «Одинокий», это был его постоянный псевдоним. Конечно, я писал его не с зощенковских слов, а с внешностью другого нашего современника, но уж во всяком случае этот ужас перед демонстративной, сытой нищетой, а он как нищий изработал гораздо больше, чем как поэт, это, в общем, меня в известном смысле подталкивало к этому образу. Зощенко боялся нищих панически. Он не переносил ситуацию не просто, когда ты просишь, не просто, когда ты зависишь, а ситуации, когда ты не нужен, когда он тяготился известностью, конечно, но безвестностью тяготился бы гораздо больше. И вот этот ужас Котофеева выражается прежде всего в том, что он пробует прикинуть на себя нищету. Он подходит к людям, хватает их за руки, говорит, подайте Христа ради, потом становится на колени и просит ему подать. Вместо того, чтобы ему подать, кто-то кричит, бей его, робя, он убегает и прячется, что очень символично, в церкви. За ним вбегает толпа во главе с милиционером, его нигде нет. И вдруг до них с колокольни доносится чудовищной силой набат, который будет весь город. Это Котофеев страшной ночью трезвонит изо всех сил, трезвонит о том, что сначала рисование, потом чистопеда, потом ничего не будет. Кнопка, ударяющая в треугольник. А потом как-то его успокоили, привели домой, и следующим же вечером он, разглаженный, с пробором, во фраке, ударял в оркестре в свой треугольник и никогда о страшной ночи не вспоминал. А если напоминали, то бесился. Вот эта страшная ночь, экзистенциальное осознание своей абсолютной хрупкости и, больше того, излишности, еще ярче выражена в лучшей, на мой взгляд, повести Зоченков, повести, которая скромно называется «Люди». История о том, как богатый меценат, знаток и любитель испанского, специалист по латыни Иван Иванович Белокопытов уехал в эмиграцию, потому что он по благотворительной своей щедрости и неразборчивости помог кому-то из революционеров. Его стали преследовать, он припугался, уехал, а потом, узнав, что в России революция, вернулся, и вследствие этой революции узнал, что он никому здесь не нужен. Ни со своим знанием испанского, он не может никуда устроиться, ни со своей красивой звучащей латынью. Жена балерина от него уходит к соседу, тяжелому мясистому человеку, якову такому. Причем забирает с собой примус, что очень важно. Это единственное их общее богатство. Оставшись без примуса, без жены, он живет в сущности подаянием, милостями квартирной хозяйки, которую он задолжал, она ему остатки супа, обедки, обеды выносит. Потом он устраивается ненадолго в кооперацию, торгует там, но попадается на краже свечки. И после этого, когда его выгнали, он уж совсем никому не нужен. Он приходит, вот это у Зоченко очень откровенная проговорка, он приходит в поле, которое сплошь затянуто колючей проволокой и былыми окопами перерыт. А это то, что осталось от мировой войны, как-то не дошли руки у новой власти благоустроить это поле. Он там прячется в пустой землянке. Вот последний его приют это Первая мировая война. И там он в этой землянке времен Первой мировой отсиживается, а потом, окончательно опустившись, решает покончить с собой. Но покончить с собой очень экстравагантным способом. Он думает зайти к соседу Якову, напасть на него, тот его, конечно, сразу застрелит, и он спокойно отправится к праотцам. Но вместо этого Яков предлагает ему присесть, поет чаем из этого самого примуса и даже, более того, предлагает ему денег за этот примус 12 рублей. То есть, человек настолько никому не нужен, что его даже убить не могут. После чего он исчезает бесследно из города и никто не знает, куда он исчез. Говорят, что он прицепился к поезду, идущему куда-то. И надо вам сказать, что здесь тоже еще одно пророчество изощенко. Вот это бесследное исчезновение ненужного человека просто исчез, никто его не видел, даже даты смерти нет. Это ведь предсказывает исчезновение одного очень крупного писателя изощенковской школы в Ленинграде. И даже вы, может быть, назовете мне этого писателя. Нет, с Хармсом все конкретно. Хармса арестовали, действительно, молодцы, конечно, спасибо. Он писатель, безусловно, изощенковской школы. И тот же страх и трепет, тоже бессознательное кавкианство. Но это автор города Н. Вот хорошо, что вы не знаете. Может быть, именно Добычин, конечно, Леонид. Дело в том, что просто Добычин это настолько депрессивная литература, что лучше ее не открывать и не читать. Но вот Добычин после его разоблачения на писательском собрании он зашел к Николаю Чковскому, сказал, меня не ищите, я уезжаю в дальние края. И не нашли его. Считается, что утопился. Но вот почему, как утопился, откуда пошла эта сплетня, то ли от того, что у него все время в текстах упоминается, непонятно. Добычин исчез бесследно в 39 лет. Добычин, который, пожалуй, еще и точнее, еще и емче, чем Зощенко, изображал чудовищную пошлость в провинциальной жизни. Достаточно вспомнить цитату из стихотворения, которое у него приводится во встречах с Лиз. «Гудками встречен день, трудящийся» и дальше оборвано. И больше ничего не надо. В четырех словах все. Так вот, ужас Зощенко, ужас героя Зощенко, при встрече с новым миром, где он тотально не нужен, между прочим, мы точно такой же ужас находим у Леонова в рассказе «Бродяга». Один из самых страшных страхов Леонова, что из дома придется уйти и бродить, скитаться неизвестно где, и не только в «Бродяге» это есть. Если кто-то читал «Пирамиду», то отец Матвей Лоскутов, который прячется в склепах, ночует на кладбище и живет в чужих могилах, по сути дела, это тот же самый образ, что Зощенковский Белокопытов, живущий в землянках Первой мировой войны, в склепах, в земле, прячется непонятно где. Вот этот ужас перед мгновенной утратой человеком своей драгоценной идентики, своей сущности, своей идентичности, этот ужас навеки Зощенко отравил. И поэтому он ищет спасение в чем-то незыблемом. Он хочет понять, что же в этом мире незыблемо. Мандельштам, тоже человек 90-х годов рождения, совершенно открыто говорит, 91-го года, помните, я рожден со 2 на 3 января в 91-м ненадежном году и столетия окружают меня огнем в стихах о неизвестном солдате. Вот Мандельштам тоже говорил о блестящем покрове европейской культуры над русской Азией, блестящем покрове европейского Петербурга, который слетел и ничего не стало. Мандельштам находит тоже свое спасение в темном инстинкте рода, в иудаизме, который он до этого презирал. Где же находит его Зощенко? Вот выход Зощенко самый интересный. Мы знаем, что дом сгорит, а тараканы бессмертны. Клоп в засушенном состоянии сохраняется веками. Мы знаем, что таракан по некоторым сведениям может пережить ядерную войну. Бессмертные тараканы, как формулируется тема нашего сегодняшнего разговора, уж под конец этой лекции можно об этом сказать, бессмертные тараканы это обыватели, которые переживают все. Обыватель, пошлость, хулиганство, гнусность, единственное, что все переживает. И Зощенко кидается к этому своему человеку, к этому своему герою не как к объекту ненависти, не как к объекту сатирического изображения. Нет. Он бежит к нему как к единственному человеческому, что уцелеет, что переживет все. Надо вам сказать, предвосхищая вопрос, всегда задают этот вопрос о том, а как же вот личная жизнь писателя, как на ней сказываются его убеждения. Обычно, скажу вам честно, личная жизнь писателя никак не соотносится с его убеждениями, и это может быть хорошо. Зная убеждения большинства писателей, можно себе представить, какая была бы их личная жизнь. Но, тем не менее, у Зощенко личная жизнь очень тесно связана с убеждениями. Собственно, тема Зощенко это Серебряный век, опущенный в советскую коммунальную кухню. Это любовные страсти, любовь и деньги в аристократке, разнообразные скандалы амурные, которые постоянно описываются в филетонах 20-х годов, там записки, например, знаменитые и так далее, в расписке. Все страсти, любовь и коварство, изложенные языком голубой книги, о которой речь впереди, это и есть величие, опущенное в коммунальную среду. И вот семейный быт Зощенко – это классические треугольники, пятиугольники, многоугольники Серебряного века, опущенные в среду сестровецкой писательской дачи, опущенные в среду курорта, где оттягиваются пролетарии. Зощенко устроил себе такой скромный Серебряный век. Он прекрасно знал, что его жены Веры роман с большевичком, и он спасал этого большевичка, когда его ложно оговорили. При этом сам он имел бурный роман с Лидией Чаловой, женщиной, которую любил по-настоящему, полюбил за то, что она, выписывая ему гонорар, 19-летняя барышня в гудке, его не узнала. А он так страдал от того, что все кричат Зощенко, Зощенко, она его спросила, «А как ваша фамилия?» И он понял, что с этой девушкой может связать свою жизнь. И действительно связал, и в середине 40-х был с ней, потом она уж, правда, поняла, что он никогда не женится, нашла себе другого, и удивительно, что Зощенко отпускал ее с чувством вины, а не с упреками. Потом на ее место пришла Оля Шепелева, любовь с которой продолжалась даже во времена жесточайшей травли, потому что последнее, что осталось у Зощенко, это интерес к хорошеньким женщинам. И действительно, все остальное, даже литература отступила. Он понял, что в этом он больше уже не мастер. Писатель с перепуганной душой пишет, что это уже потеря квалификации. Но вот личная жизнь, быт Зощенко, это как раз абсолютно точная, прямая метафора его искусства. Это серебряный век, который поселился на коммунальной кухне. Надо сказать, что и голубая книга, написанная по совету Горького, это один из самых безбашенных, самых потрясающих экспериментов в художественной литературе, который до сих пор вызывает гомерический хохот. Но как бы мы хохотали, если бы знали при этом, что Зощенко-то сам абсолютно серьезен. Что сделал Горький? Горький, кстати, очень Зощенко любил. Восхищался его языком, сказом, восхищался, кстати, тончайшим чутьем, с которым он описывает одиночество, ненужность, брошенность человека, считает его гуманистом. А Горький вообще имел такую вот странную особенность, наверное, отвратительную. Он всем подсказывал художественные идеи, вот в чем можно реализоваться. И он Зощенко подсказал, вы так прекрасно владеете языком современного пролетария, напишите ему изложение мировой истории. Надо сказать, что у Горького тоже был свой способ борьбы с ужасами, которые он увидел. Он уже к 15-му году, на чем он, собственно, и разодрался с Леонидом Андреевым, который кричал, вот, ура, ура, война, патриотизм. Горький придумал, что единственной панацеей от человеческой зверской природы, от дикости, от жестокости является культура. Нужно как можно больше культуры, просвещения, книжки нужно читать, нужно такое количественное, начетническое отношение к этому, и память у него была начетническая. Вот уверовал человек в культуру. Горький, если во что верил, он начинал тут же действовать. У него дистанция между «хочу» и «делаю» была очень небольшая. Начал скупать китайские вазы, увлекся китайским фарфором. Культура в вечном, количеном выражении надо организовать для спасения писателей, издательства, всемирная литература. Нужно дать пролетарию Карлайла. Вот только пролетарий всю жизнь мечтал, чтобы ему дали Карлайла. Нет, сидит бедный Чуковский, переводит, значит, Карлайла, переводит Сартер Резартос, и у Айльды делают новый перевод. Все для тебя, пролетарий. И вот Горький решил, что просвещать пролетария надо его языком. Кто у нас владеет его языком? Зощенко. Пусть Зощенко напишет всемирную историю. Ему мало было, что уже существуют всеобщие истории, сочиненные сатириконом. Гениальный текст Тейфи об античной культуре. Помните, да, когда кинулся биться в стену, припевая «Вар-вар, где мои легионы», отчего в стене образовалась известная варваринская брешь. Но это как бы всемирная история, изложенная языком безумного гимназиста, заучившегося, у которого путается уже в голове математика, чистописание, упраздненное впоследствии рисование. Здесь же неподалеку находился и Вавилон, известный своим столпотворением. Ну, что сделаешь, да? Значит, Зощенко не остановило то, что этот опыт уже имел место быть, и он начал искренне, серьезно, привлекая массу литературы в течение двух лет, с 32 по 34, он излагает своим сказам знаменитым всю всемирную историю по темам любовь, коварство, деньги. Тематически все это группирует. Удивительные примеры коварства. Вот Юрский Сергей Юрьевич как раз известен более всего как чтец гениальным исполнением этого коварства. Ты моя египтяночка, ну как там у вас в Египте? Папаша, должно быть, тебя очень баловал. Вот этот знаменитый вот этот язык столяра, плотника, дворника, ничуть, конечно, мы не принижаем их замечательную созидательную деятельность, но все-таки надо понимать, что их речь не та речь, которой следует пересказывать великие исторические драмы. А Зощенко поставил этот эксперимент, и, как всегда и бывает, непредусмотренный комический эффект оказался самым убийственным. Как помним мы из гениальной пародии Александра Флита «Людовик, куриная морда, не то пятнадцатый, не то шешнадцатый, вылокал куриной мордой еще пол-литра шампанского». Вот это абсолютно точная пародия, абсолютно точное воспроизведение Зощенко в сквозь стиле. Но он-то ведь всерьез все это пишет. Он искренне пытается говорить на том единственном языке, который остался. Я вспоминаю, как Пелевин Виктор Олегович в то время, когда он еще был прост с коллегами и общался с ними запросто. Совершенно всерьез уверял автор, скажем так, не автор этих строк, а вашего покорного слугу в данном случае по контексту, уверял, что сегодня нужно переписывать тексты сакральные на блатной язык. Недуменный вопрос, почему он сказал, это единственный язык, в котором за неправильное словоупотребление можно поплатиться жизнью. Это сейчас единственный сакральный язык. Вот, например, как мы можем определить Будду. Будда – это человек, который развел всех, кто его грузил, и загрузил всех, кто его развел. Это абсолютно точная формула. Да, буддизм, безусловно. Вот, и я думаю сейчас, или там пояснить простого человека, в чем сущность буддизма. Сиди ножой по своей толстой, домедитируй, и вот действительно, а как подумаешь, ну а что еще можно об этом сказать? Да, это действительно так. Так вот, попытка переписать сакральные тексты на последний сакральный язык, это то, что сделал Зоченко. Потому что язык пролетариата в 30-е годы это язык сакральный, за это могут дать в морду. И вот этим языком он, собственно говоря, и переписывает реальность. Ну помните, кстати говоря, пролетарий, он же все время старается выразиться красиво. Он не может сказать, что кого-то вырвало. Он пишет, сидит Иван Иванович, в Ригу едет. Его развезло в кинематографе, да, и он вместо того, чтобы драму смотреть, сидит тихо, никого не трогает, в Ригу едет. Вот это прелестное, ну как, а как еще сказать? Да, он едет в Ригу. И вот это прелестное в Ригу едет, оно проникает и в голубую книгу, туда же проникают все базарные термины, все интонации, дворовые драки, все темы, все словечки коммунальных взаимных претензий. Почему? Да потому что не осталось другого языка, потому что последний носитель культуры это таракан. И вот таракану надо рассказывать о великом. Конечно, когда мы об этом сейчас думаем, мы думаем, господи, но почему же он не подумал тогда, что только хрупкое и вечно, что имеет смысл только гибнущее первым? Почему надо было непременно подстраиваться к этому доминирующему языку эпохи? Но мы не можем себе представить силу давления этой эпохи. Если даже сегодня при гораздо меньшем весе этой державы нас так гипнотизирует голос какого-нибудь Дмитрия Киселева, что творилось с человеком, вокруг которого все разговаривает языком едущего в Ригу Вани Жемчужного, условно говоря, вот этого персонажа, или Сереги Пестрикова, приехавшего из Крыма. Когда это вокруг вас, вы понимаете, что ничем этого нельзя заменить, ничего другого не будет. Это навсегда. Советский человек был уверен, что это последний язык мировой культуры. И надо говорить о нем, если ничего другого не осталось. И уж, конечно, обыватель лучше, чем садист, чем палач, чем чекист, чем герой и покоритель пространств. Ну, правда, но все-таки кавалеров же лучше Бабичева. Вот мы читаем «Зависть» и думаем, да, Бабичев грязный, опустившийся тип, да, он будет спать с Анечкой, еще более опустившись чудовищной мещанкой, но ведь он лучше, чем строгий юноша Володя или чем страшный Бабичев, потому что Бабичев вообще не человек. Бабичев делает свой четвертак. И это как раз зависть Олеши, это и есть нормальное состояние зависти. Завидовать ведь можно только тому, кто лучше. И Зощенко был искренне уверен, что они лучше, потому что верил в силу большинства. Последняя попытка Зощенко стряхнуть с себя это оцепенение, разбудить в себе человека, свободного, сильного, того сверхчеловека, о котором мечтал Серебряный век, это, конечно, перед восходом солнца, которое сначала и называлось «Ключи счастья». Именно эта книга стала роковой в его судьбе. После этого его перестали печатать, сначала случился разнос, а потом, после перепечатки детского, невиннейшего рассказа «Приключения обезьяны», случилось и травля 46-го года, и полное лишение средств существованию, когда он вынужден был распродав весь свой антиквариат, поддерживать себя сапожническим ремеслом, которое знал с десятых годов. Настолько невыносимо ему было зависеть от чужих подаяний. И многие вспоминают, как он ползал, краил, шил вот эти сапоги уродские, как они не получались у него, как и у Толстого, впрочем, но потом как-то насобачился, а потом и печатать стали. Но вот в этом-то и ужас, что самой двусмысленной в его судьбе оказалась повесть о попытке освободиться. Он решил избавиться от всего человеческого, от трусости, от страха, от мещанства, от влюбчивости. Решил превратиться в свободного человека. И здесь произошел страшный парадокс. Все короткие рассказы, написанные о его комплексах и фобиях, из которых, собственно, состоит художественная часть повести, гениальны. Лучше этого он ничего не написал. Все теоретические размышления производят впечатление натужное, унылое. Мы видим ту же лошадь, объезжающую себя в манеже. Последней своей повестью Зощенко доказал, что сверхчеловеческий проект невозможен. А человечность, которая гнездится в трусости, тупости, страхи, влюбчивости, это и есть то, что делает нас людьми. И попытка избавиться от этого всегда будет кончаться трагедией. Разумеется, писал он свою вещь, как и голубую книгу с лучшими намерениями. Он даже называл ее антифашистской, потому что она пытается избавиться от фашистских гипнозов. Но доказал он этим только одно, что человек это его слабость, это его трусость, это его уязвимость. И как правильно когда-то сказала Алина Витухновская, выдави из человека раба, что останется. Вот это попытка героического преодоления собственного внутреннего мещанина она привела к триумфальному художественному и трагическому биографическому результату. В чем же тайна и в чем двусмысленность Зощенковской судьбы? В том, что он, как большинство русских сатириков и борцов с чем-либо, втайне любил объект своей ненависти, втайне на него поставил. И Сталин, который ненавидел Зощенко тяжелой личной ненавистью, называя его пошляком, понимал, что он-то в глазах Зощенко не человек, а люди это Назара Ильичи и господа Синебрюховы. Это тараканы, последнее, что осталось от мира людей. Прав он или нет, мы не знаем, но когда мы сегодня смотрим в глаза обывателя и видим там мечущийся страх, алчность, глупость, ей-богу, иной раз подумаешь, вот оно, последнее прибежище человечности, особенно среди всего того клокочущего навоза, который пытается выдавать себя за сверхлюдей. Ну вот то немногое, что я хотел сообщить, а если у вас есть вопросы, давайте их задавать. Да. Рома. Долго мы, да, долго. Я тоже, я боюсь уже быть утомителен. Да. Вот кто хочет сказать, микрофон, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему Зущенко написал Сталину второе письмо? Вот мне непонятно. Ну он же написал ему, действительно, он написал ему первое письмо, как вы помните, после травли 43-го года. Письмо, которое заканчивается словами, это ошибка, уверяю вас. Второе письмо он пишет ему уже в разгар травли второй, когда он доказывает дословно, я никогда не был антисоветским человеком. Вопрос ваш глубже, чем кажется, потому что, ну почему Зущенко написал письмо Сталину? Это понятно. Вопрос, почему Макаревич пишет письмо Путину? Вот это действительно вопрос, понимаете? Потому что, почему мы думаем, что можно им написать письмо? Я страшную вещь сейчас скажу, но мы в писательской и своей гордыне всегда почти верим, что между ими и нами существует волшебная связь. Ну вот Булгаков верил, что Сталин им лично интересуется. Во сне, в предсмертном бреду Сталину кажется, Пастернаку кажется, что он разговаривает со Сталином. Булгакову кажется, что он разговаривает со Сталином, который ходит среди каких-то белых камней, и вот там ему доказывают что-то про роман. Роман Булгакова весь пишется, как одно огромное письмо к Сталину. Пастернак, когда пишет Сталину, он всегда потом с гордостью говорил, он всегда выполнял мои просьбы. Каждый писатель уверен, что его с вождем связывает какая-то тайная связь. Более того, каждому писателю оптимистически кажется, почему-то, что он для вождя имеет какое-то значение. То есть, что именно вождь может все остановить. Во-первых, вождь ничего остановить не может. Особенно то, что он сам начал. Ничто не отыгрывается назад. Во-вторых, мы для вождей не имеем никакого значения, просто потому, что они нас не понимают. Но они не доросли читать то, что мы пишем. Или я не ставлю себя, конечно, в ранг Зощенко вровень с Пастернаком. Но просто Сталин просто не понимал, что делает Зощенко. Как он мог читать сложнейшие тексты, тексты, зашифрованные на многих уровнях. Для него это были эстрадные, как любит говорить советский человек, юморески. Он думал, что Зощенко юморист. Трагический писатель, который показывает вырождение человеческого в советских условиях. Советский Кавка, предшественник всей школы Абреу, он для него, конечно, автор крокодильских каких-то и бегемотских скетчей. Пошляк, он его называет. Ты сам пошляк, автор стихов о розочке и козочке. Кто же ему это скажет? Он-то у нас топ-менеджер высшего звена, а Зощенко непонятно кто. Вот поэтому собственно так безнадежна эта попытка. Но писатель в гордыне своей продолжает думать, что он что-то для них значит, что они что-то понимают. Понимают они очень мало, потому что власть всегда формируется по принципу отрицательной Зощенко простительно, потому что это заблуждение бессмертное. Не простительно заблуждение современного человека, когда, грубо говоря, и власть, и художник в буквальном смысле досуществовались до мышей. И в этом, я ничего про Макаревича плохого сказать не хочу, он еще среди этих мышей собственно самая большая, почему и огребает больше всех. Но, конечно, мы должны понимать, что наша литература она уменьшает пропорционально всему остальному. Но эта иллюзия осталась вечной. И я знаю многих литераторов, которые посылают свои книги в Кремлевскую администрацию, которые посвящены, которые обращаются в блогах, там, не жалейте их, мой президент, пишет Сергей Лукьяненко, да, употребляя вот это притяжательное, мой президент, это мой Пушкин, как сказал Николай, мои деревья, помните у Тургенева, да? Ну, есть такое заблуждение, заблуждение писателю надо знать свое место, а самое главное, ему надо знать место вождя. Мы говорим про Сталина, что это тиран эпохи Зощенко, а не наоборот. А дети наши уж точно будут так говорить, если, конечно, выживут, если, конечно, будут что-либо говорить вообще. Секундочку. Нет, ну и почему, я оптимист. Дмитрий Леонидович, не прослеживается ли связь Котофеева и певчего Дрозда у... Яселяния? Да. Никогда мне не приходило в голову... Знаете, я человек простой же, да? Я никогда не понимал, про что жил певчий Дрозд. И даже, когда я у Яселяния пытался об этом спросить, он просто мне сказал, что вот это про гвоздь, который мы видим в финале. Вот и понимай, как знаешь, да? А вы видели, как течет река? Человека нет, а гвоздь остался. Жил певчий Дрозд, он, конечно, ну, понимаете, все, что роднит героев, это их причастность к музыке, причем такая причастность очень относительная, очень косвенная. Но герой жил певчий Дрозд, это именно певчий Дрозд, прекрасная, никому не мешавшая светлое существо. А Котофеев, это пошляк, в которого ударил внезапно Арзамаский ужас Толстого, да? Как это я? Что значит я? А может так статься, что меня не будет? То есть, экзистенциальный ужас дурака, вот это самое страшное, потому что у дурака все переживания всегда очень сильны. И вот больше, по-моему, этих героев ничего не роднит, кроме, конечно, того, что вот я всегда очень сочувствовал ударникам в оркестре, да. И я даже могу вам сказать, почему я им сочувствую. Они делают очень важное дело, они сдают ритм. Мне, как человеку, лишенному слуха, но наделенному очень острым чувством ритма, мне всегда барабан был ближе к какой-нибудь, допустим, скрипке. Но вот, и более того, они всегда презираемы. Помните, вот этот замечательный анекдот, когда, значит, к дирижеру приходит требовать повышение зарплаты трубач. Он говорит, почему я и барабанщик получаем одновременно? Я все-таки музыку создаю, а он стучит. Говорит, так в том-то и проблема. Вы создаете музыку, а он стучит. Мы еще помним, что такое стучит. А вот это как раз, это очень важно. Понимаете? Поэтому этих людей презирают, а я вот глубоко им сострадую. Их касательство к музыке, казалось бы, очень случайно. Но попробуйте себе представить там гибель богов без большого барабана. Это какой-то, получится, какая-то жизнь богов, а не гибель. Поэтому я всегда этим людям сочувствую. Сочувствую потому, что их связь с жизнью очень тонка, очень иллюзорна, держится на тонких, трудноуловимых вещах. Лексию читать каждый дурак может, а вот вовремя ударить вот в эту штуку. Это я вам скажу там. Я тут найду сейчас еще несколько любимых текстов. Вы пока спрашивайте. Все боятся? Говорите, говорите. Вот, вот мой любимый, любимый мой такой рассказ «Отчаянные люди». Это просто гениально на уровне именно звука. Говорят, верблюд, месяц может ничего не жрать. Вот это дивное животное. Он, говорят, пососет какую-нибудь травку, понюхает камушек и сыт по горле. Вот это благородно. А теперь скажем человек. Человеку ежедневно что-нибудь пожрать нужно. Он травинкой не прельстится и камней нюхать не станет. Вынь да положь, что-нибудь те, такое острое. Супы на второе рыбу деваляй. Вот что он любит. И мало того, что человек пищу жрет, а еще и костюмы носит и пьет и в баню ходит. Чистое разорение для государства эти люди. Проводи тут режим экономии, сокращай разбухшие штаты. Для примера, человека ради экономии сократишь, а он и после сокращения все свое жрет, а еще и костюмы носит. Как он так ухитряется? Вот с нашего двора Палька Ершов под режим экономии попал. Сократили парня. Ну, думаем, пропал Палька Ершов. Что он теперь делать будет, раз режим экономии? Видим, нет, не пропал. Вышел во двор сразу после сокращения, гуляет, плюется через зубы. Я, говорит, знал. Я, ребятушки, завсегда под лозунги попадаю. Седьмой раз меня сокращают. Как какой лозунг объявят? Режим, борьба за качество. Так мне крышка. Я привыкшим. Ну, мы говорим, привычка, привычка. А хлебать-то ты чего теперь? Не верблюд? На словах только думаем, хорокурится, а сам подохнет. Проходит месяца-два. Не дохнет. Курит, плюется, костюмы носит. Ну, думаем, или он собаку госбанки грабит, или деньги сам печатает. Палька. Говорим, откройся, ослабони свою совесть. Чем ты, бродяга, кормишься? А он говорит, ребятишки, я на другую службу поступил. Трудновато с такими отчаянными людьми режим экономии проводить. Их сокращают, а они свое. Пьют, жрут. И костюмы носят. С верблюдами-то малость бы полегче. Понимаете, вот это неубиваемость таракана, неубиваемость человека. Пьет, жрет, костюмы носит. Седьмой раз его сокращаешь. Было же несколько замечательных синонимов смерти. Упростить, сократить, израсходовать. Это все синонимы расстрел. В расход. На шлепку ведут, как у Домбровского. Это как раз у Горького еще в замечательном рассказе о необыкновенном слова. Тебе бы мешок-кишок надо упростить меня. Ну, то есть пристрелить. Его упрощаешь, сокращаешь, расстреливаешь, увольняешь. Под лозунг он у тебя попадает. Ничего с человеком сделать нельзя. Не мудрено, что Зощенко в своем искании прочности нас с вами, мещан, провозгласил, конечно, оплотом. Я сознательно об этом говорю, потому что, конечно, мы мещане, раз мы живы до сих пор. Все нормальные люди давно бы уже отдали жизнь в борьбе за идеалы. А мы живехонькие, сколько они нас не сокращают, еще и не замучаются пыль глотать. Да. Есть ли на этом... Нет? Есть еще? Да, пожалуйста. Давайте, давайте, пожалуйста. Нет? Мне-то что? Скажите, пожалуйста, после 1953 года, я не могу понять, почему у него продолжался конфликт с Союзом Писателей? Очень интересная история. Понимаете, вот вечный вопрос, на который я пытался ответить в оправдании, но не знаю, ответил ли. Зачем им надо было признание подсудимого? Ну, ясно же, что его можно расстрелять и так. Нет, им надо, чтобы он признал, чтобы он себя оговорил, чтобы он подписал. Зачем? Вот Сережа Колтаков, замечательный актер, он мне на это сказал, что потому что их же не интересует степень вины, и даже расстрел не интересует. Им надо сломать и только. Утвердить свое доминирование. Вот Зощенко не признавал этого доминирования. Он утверждал, что он прав. Вот проходит встреча, значит, с английскими студентами. Английские студенты спрашивают, как относятся Ахматова и Зощенко. Их показали, 54-й год, 55-й. Все можно, их показали. Как вы относитесь к известному постановлению? Оно не отменяет. Ахматова говорит, я считаю, что постановление совершенно правильное. Говорит, она с королевственной интонацией королевы в изгнании. А Зощенко говорит, нет, я не согласен, я ошельмован. Становится известным в Союзе писателей и начинается волна травли. Ну, как же ты не согласен? Ты должен был согласиться. Поцелуй злодею ручку от тебя не убудет. Нет, он не хочет целовать злодею ручку. В нем сидит все-таки вот этот штабс-капитан. Повеяло свободой. Ну, ничего не поделаешь. И в результате он и после 53-го, и после 54-го. Он умер, собственно говоря, через день после того, как ему назначили пенсию. Вернулся из Ленинграда радостный. Буду пенсию получать. Умер ночью от сердечного приступа. Вот это-то весь и ужас. Вспомните вот эти воспоминания Чуковского, когда за три месяца до смерти, в апреле, приезжает Зощенко в переделке к Чуковскому, к тому Чуковскому, который был общекрестным отцом его литературы, лекцией, которого он слушал в доме Мурузи, молодой еще ершистый Зощенко, младше него на 16 лет. Приезжает к нему, как пишет сам Чуковский, теперь это труп, положенный в гроб. Приезжает бледный, вместо знаменитого его темного, всегда смуглого лица, лицо белое, морщинистое, с дрожащей улыбкой, говорит медленным, тягущим голосом, и Чуковский ему говорит, как меня восхищает вот в ваших сочинениях, когда вы даете иногда им классические названия, там, страдания Вертера, шестая повесть Белкина, и Зощенко, глядя на него белыми глазами, говорит, мои сочинения, какие мои сочинения, никто уже не знает моих сочинений, и сам я забываю их. И вот после этого Чуковский понял, что все, конец. Кстати, мы совсем не поговорили об очень важном тексте Зощенко, «Талисман», шестая повесть Белкина, гениальная стилизация, в которой есть очень точное писательское чувство, что тебя какая-то сила бережет, и пока ты в нее веришь, до тех пор она тебя бережет. Вот с ним кончилось это. Он понял, что ничто никого не бережет. И, собственно, избыванием этой травмы была вся его жизнь. Мы-то с вами знаем уже, что справедливость торжествует всегда. На нашей памяти это часто бывало. Но он еще этого не знал. Поэтому мы-то верим, что все будет хорошо, и эта наша вера вполне обоснована. Все будет хорошо и очень скоро. А Зощенко думал, что теперь всегда будет плохо. На этой оптимистической ноте мы с вами простимся до следующей лекции. Спасибо, пока.